Сегодня будем разбираться в тонкостях разыгрывания системы Робинштейна в итальянской защите. Эта система у Марина называется Reverse Maroxy Bind, что в переводе на русский означает перевернутый захват, зажим Марацы. Все это означает, что черный пытается выстроиться как белый в варианте дракона, поставить пешки на С4 и Е4. С точки со стороны черных это означает, что они пытаются пешки поставить на С5 и Е5. И таким образом зажать белый центр и не дать за этими пешками. Черный начинает маневрировать, пытаться выискать слабости у противника. Итак, рассмотрим вариант, который описан у Марина в третьем томе на странице 166. С4, С5, второй вход по Марину всегда Ж3. Конь Ф6, черный подготавливает вскрытие в центре Д5. После этого они хотят сыграть Е5, полностью сжать черные поля в центре. У Марина далее идет. Слон Ж2. Немножко проскочил. Слон Ж2. Конь С6. Конь С6. Конь Ф3. Черный успешно проводит Д5. С5. Конь бьет Д5. Пытаем на коня. Конь уходит на С7. Вот это как раз... Этим ходом и знаменуется вариант Рубинштейна. Черный уволит этого коня от греха подальше. От всяких рентгенов, которые возможны. С помощью вот этого слона. Когда конь на Ф3 куда-нибудь отпрыгивает. Белый делает рокировку. И черный выполняет свою угрозу зажима центра. Вот с этого начинается у Марина разбор варианта Рубинштейна. Здесь за белых есть ходы, например, А3 с подрывом Д5. Есть ход Д3. Есть вариант Свешникова, который начинается с ходом. Ферзь А4. Ничего особенного страшного за белых не происходит. Но черные выполнили, так сказать, свою угрозу зажима центра. Теперь давайте внимательно посмотрим на порядок ходов. Может быть где-то белые могут усилить порядок ходов и избежать варианта Рубинштейна, как говорится, на корне. Если мы сможем нашим порядком ходов за белых избежать этого варианта, ну, во-первых, его не нужно будет учить. Это означает, что черные могут, если они привыкли его играть, могут сбиться и должны идти во какие-то вторичные системы. Либо очень часто разыгрываем этот вариант немножко тошнотворное, поскольку шансы белых заключаются в том, чтобы динамически организовать атаку часто на короля черных провести в какой-то момент Ф4. Хотя есть конкретные планы, но часто людям, которые играют за белых, этот вариант может не нравится, по крайней мере, когда система Мараца играется за белых, он считается очень солидным возражением на вариант Дракона. Здесь мы имеем за черных систему Марацы с потерей одного темпа, грубо говоря. Итак, давайте отмотаем назад, посмотрим, что мы могли сделать, как мы могли пойти по-другому и проанализировать ходы. Ж3 ход не комментируется, это ход обязательно у Марина. Конь Ф6. Здесь конечно нужно пойти Конь Ф3, Конь С3. Вот оказывается, что правильный порядок ходов с ходом Слон Ж2. Почему? Здесь черные подставили, грубо говоря, свой ферзовый фланг. Вот эта пешка сейчас не защищена. Поэтому одна из идей это фигурное давление на ферзовый фланг черный с помощью слонов. Слон Ж2 уже смотрит на ферзовый фланг черных, а слона второго мы хотим поставить на Е3, чтобы он нападал на пешку С5, которая сейчас не защищена. Если же мы пойдем вместо Слон Ж2 Конь Ф3, то это, в общем-то, ничего не помогает, потому что черные ходят Конь С6 и проводят и Д4, и Е5. Этот Конь Ф3 им совершенно не мешает. Кроме того, мы можем сказать, что ясное дело, куда пойдет вот этот Конь. Конь вот этот должен начать на С3. Куда пойдет Конь Ж1, это мы еще можем посмотреть. Он может пойти на Х3, это очень экзотично, но все равно может иметь какую-то основу под собой, потому что Конь Х3 поддерживает Ф4, может при случае пойти на Е2, если мы пойдем Е3. В общем, у этого коня разные перспективы. Этот Конь должен идти на С3, просто других установок нет. Поэтому после Конь С6 вместо того, чтобы играть как у Марина Конь Ф3, что закрывает слона, более сильный ход здесь это Конь С3. Так, мы это отмотаем назад. Конь С3. Здесь белые прихватывают пункт Д5, нападают на него 3 раза и хода Д5 нет. Все это означает, что черные просто не могут перейти к системе Эрбинштейна при таком порядке ходов, поскольку белые прихватили пункт Д5. хорошо, теперь давайте посмотрим, что произойдет, когда черные поймут, что при таком порядке ходов они не успели выпихнуть Д5, и им нужно это делать раньше. Итак, возвращаемся назад. Слон Ж2. Здесь черные должны помнить, что если они пойдут к конь С6, то системы Робинштейна уже больше не будет, поскольку ходом конь С3 мы прихватываем поле Д5, поэтому они должны решиться на Д5 вот здесь. Если они это делают вот в этот момент, когда кони белых еще не выскочили, мы получаем очень выгодную вариацию системы Робинштейна. Итак, Д5 пробили, конь взял, напали на коня, конь должен отойти, здесь есть очень хитрый ход Д3. Идея этого хода заключается в том, что мы открываем слона, хотим поставить слона на Е3, значит работать с пешкой С5. В том порядке ходов, которые представлены у Марина, этой возможности просто нет, поскольку у Марина конь очень быстро выскакивает на Ф3, закрывает слона на Ж2, и можно, конечно, после Д3 выскакить слоном, но Е3 тоже ничего не дает, поскольку только один слон нападает на ферзовый фланг вместо двух слонов. В книжке Багирова в английском начале на странице 388 это вариация и возможность пойти Д3 отмечена, поскольку у Багирова несколько другой порядок ходов. Но это отмечено ход Д3 не придано особого значения, Багиров считает, что это даже не главное разветвление, поскольку здесь он все равно вместо хода Д3 предлагает сыграть Ф3 и, в общем-то, перейти к основным вариантам системы Рубенштейн. На самом деле ход Д3 в этой позиции очень ядовитый. Его можно считать в некотором смысле опровержением системы Рубенштейна. Итак, что здесь получается? Если черный упорствует, все еще хотят выставить марокси байн, да, зажим марокси, они должны играть Е5, здесь Е5, здесь самый сильный ход за белых пешоп Е3, в основном Е3, мы нападаем на эту пешку, если конь шесть, то мы просто проливаем этого коня, кортим структуру черным, и эта ситуация довольно неприятна. Эту идею с отдачей белопольного слона и созданием всех этих слабостей на ферзьном фланге применил смысл в 50-м году против Лилии Энталя, так что мы всю систему будем называть системой смыслов. Здесь самый сильный ход за белых коней в 3, хотя смыслов играл немножко по-другому. F6, защищая пешку, и мы начинаем работать со слабостями на ферзьном фланге, нападать на эти пешку. В общем-то дебют закончен, мы сделали 10 ходов, и ясное дело, что здесь у белых есть преимущество в связи с тем, что пешки C5 и C6 уже очень слабые. Итак, после E5 черные должны после E5 B3 черные должны быть бдительны и сразу не выводить коня на C6, потому что после этого переходим к идеям Смыслова подождать конь C6. Ну, например, они могут сыграть бешебеси. Здесь белые могут подождать с выводом коня на F3 и продолжать свои идеи атакования по линии C пешки C5. Одесс C1 на рентгену нападаем еще раз на эту пешку на пешку C5. Здесь если белые играют конь C6 немедленно бьем приходим к ситуации которая мало чем отличается от той, которая получилась партия Смыслова полуоткрытая линия C слабые пешки дают преимущество серьезное преимущество белым. Если белые черные в этой позиции не играют конь C6 не подставляют коня то они могут например сыграть конь E6. Конь E6 серьезная вообще говоря уступка белым слон G2 начинает пробивать ферзевый фланг ферзевый фланг совершенно не развивается эта бедная ложка прыгала на E6 несколько раз если вспомнить ее маршрут то она была на G8 на F6 на D5 на C7 на E6 в общем короче все это приводит к тому что белый получает массу темпов явно лучше развитый наконец-то мы можем выпрыгнуть им конем напасть на пешку конь C6 рокировка рокировка ну а здесь начинается серьезное нападение на пешку C5 мы три раза напали на пешку C5 не видно как ее в общем-то очень хорошо защищать потому что B6 играть нельзя забираем на E5 пешку единственная защита ферзя C5 здесь здесь есть практически очень практическая партия очень сильный ход конь D2 для практической партии сильный ход конь D2 мы выскакиваем конем на C4 нападаем на ферзя ферзь должен уходить назад у белых явная инициатива итак заключая наш анализ первое что нужно сказать когда за белых мы разыгрываем симметричные варианты цилиндрской защиты нужно первым делом вопреки обычной шахматной догме которой говоришь нужно коней конями ходить первыми здесь нужно вместо коней ходить слонями мы выставляем слоны чтобы атаковать ферзевый фон черных все это просто снимает с повестки дня всю систему Рубинштейна и всю систему reverse маркси байн потому что она оказывается просто неадекватной итак здесь конь C6 конь C3 система Рубинштейна играть здесь вообще нельзя потому что белые перехватили поле D5 они должны переключать на шут другое играть например E6 но это уже так сказать другая опера если же черные сопротивляются на бишоп G2 они немедленно играют D5 и попадают в очень неприятную ситуацию когда белые ходом D3 выпускают на волю вот эти ситуации слона на E3 и оба этих слона начинают утюжить нападать на фигуры и пешки на ферзевом фланге все это нас приводит к выводу во первых о том что не надо просто так разбрасывать коней как это обычно делается не очень любителями в шахматах и даже довольно сильными экспертами ходить нужно продуманно и в данном случае в симметричном варианте английского начала обязательным является ход слон G2 а не ход конь F3 фрага